Для меня и для людей моего поколения, которые начинали учиться еще в советское время и в очень консервативной среде, для нас очевидно, что наше современное занятие происходит от традиционного искусства. То есть у меня есть ощущение, что Сезан и Тициан занимались тем же самым, что и я. А у молодых ребят и девушек, которые сейчас занимаются, у них уже этой связи нет, это другая профессия. И это интересно. Нынешние студенты, они очень близки психологически к тому, что происходит, вот то, что я знаю, по Германии. Другое дело, что просто при том, что у нас сейчас появилось, я не знаю, в Москве, по-моему, штук пять таких учебных заведений, количество этих студентов в любом случае очень маленькое, или молодых людей, которые занимаются этим искусством, в той же Германии, где я живу, наверное, я не знаю, в сто раз больше. Мы с ними разговариваем об искусстве. У меня сочиняли песни, создавали группы. Люди, которые начинают заниматься искусством, неважно, традиционным или современным, у них есть некоторый набор представлений о том, что это такое. И этот набор в лучшем случае устарелый, а в худшем случае не имеет никакого отношения к тому, что происходит на самом деле. И вот пытаться, я пытаюсь в этих разговорах как-то деконструировать вот этот набор представлений априорных. Важнее всего интерес и любовь к этому занятию.